Конечно, когда мы говорим о качестве, что такое качество? Мы говорим вам о удовольствии, да. Удовольствие должно совмещать некоторое количество алкоголя и четкое соответствие с технологиями производства. Я не буду противником ваших других технологий производства, я не буду противником технологий производства вообще ничего. Что работает с алкоголем, потому что технологии производства в 95... Нет, чуть-чуть, сейчас я не буду ничего говорить. Но если по технологии производства крепких напитков, то это, наверное, 99% из того, что вы можете пить. Всего два сорта водки и один сорт коньяка. В городе Магнитогорске их несколько, естественно, сортов коньяка, но все остальное не имеет никакого значения к качеству. По количеству вина немножко другой вариант. По количеству вина есть такая контора под названием «Пятерочка». Так вот, в «Пятерочке» вино достаточно качество, грамотное вино. По остальным не думаю. А насчет пива? Так вот, пиво в 99% случаев, в которых оно есть, удовольствием, определимся. То есть, есть 100 сортов пива. Оно представлено во всех магазинах города Магнитогорска. Но самое качественное, оно в тех магазинах не представлено. Самое качественное пиво находится за моей спиной, на Карл Марксе 204, торговый центр «Вавилон», естественно, в «Орионе» там немножко другие вещи. Немножко бывает, я же тоже иногда лошараюсь. Да-да-да, бываю я таким товарищем. Потому что это вертевральское пиво. Какое это пиво, вы, в принципе, видите. И когда мне начинают сказки рассказывать, я говорю, что я не противник того, что вы можете себе позволить. Я противник того, как это готовится. Потому что неоднократные мои сюжеты должны понять, что это пиво, оно работает как традиция, а не как говно, которым вам спичкают. Очень хорошее пиво, так ли? Самое лучшее пиво. Самое лучшее, да? Самое лучшее пиво, которое пиво в городе Монтагорске. Сами не с Монтагорска? С Монтагорска. Я и поэтому и говорю, что попробовал все пиво в городе. И тут самое лучшее. Верхнеуральское? Верхнеуральское. А почему? Вкус, качество, цена. А историю отношений помнишь? Конечно. Первый раз зашел сюда случайно. Думаю, шляпа какая-нибудь типа 100 будов. А когда попробовал, оценил. И пришел к выводу, что да. И пришел к выводу, что это самое лучшее пиво в Монтагорске. Однозначно. Однозначно. Я, конечно, все понимаю. Но тем не менее, когда мы будем говорить о том самом пиве, давайте определимся с местами. Во-первых, это место на лучшем уровне. Во-вторых, это место сориентированное для всех. В-третьих, в этом месте вы можете сделать все, что угодно. Любые сорта пива, а их тут много. 8 сортов. Но они не всегда получаются, естественно. Но 6 сортов это всегда. Это вообще никаких проблем. Мало того, вы можете спокойненько покушать рыбка. Вкусное, офигенительное. Мясо. Изумительное оно сырокопченое. Вы знаете, что такое сырокопченое мясо? Оно здесь есть. Сыр. Орешики всяческие. Соломочка, картофельная, чип. Все. К сожалению, да, мы немножко чуть-чуть далеки от Германии. В Германии они дают вам еще сардельки, сосиски, что-то из-за того, и роперы. Вот это к пиву они готовят. Но тем не менее, что вы хотите, это, пожалуйста, здесь есть. Вы можете сюда прийти, вы можете купить это и кушать, вкусить все это дома. Единственный мой вам совет. Ну, единственный мой совет. Уж поверьте мне, как человеку, который много чего в этой жизни видел, употреблял и делал. Не думайте о событийности. Не говорите, что закуска градус портит. Потому что сначала вы должны хорошо покушать, неторопливо, дома, вкусно, красиво, ровно. Потом вам необходимо просто отдохнуть так, чтобы из кишков. Потому что что у нас получается? Здесь вкусно, провариваемся, в кишечнике. Все это дело из желудка должно уйти дальше, в кишечник. Это не быстрая форма работы, естественно. Но когда у вас уже сам желудок пустой, вот тогда, примерно через час-полтора-два, пейте спокойно, грамотное пиво. И много, и много, и много, и много его не надо. Не надо думать, что вы выпьете все подряд. Это вам не нужно. Не надо говорить об обратном. Спокойненько и неторопливо. Вы получаете удовольствие. Но если вы не сможете это сделать дома, то вас всегда ждут самые лучшие пивные бары. Один из которых это Вавилон. Карла Маркса 204. Сейчас еще в другую точку мы проедем. А о мнении человека умного. Я не умный человек. Давайте все-таки будем говорить, что кто-то мне должен деньги кидать. Поверьте мне, мне за это дело деньги не платят. Это только для вас. Не для меня. Это для вас. Для того, чтобы магнитогорцы включили свою голову. Они должны включать. Магнитогорцы умные человеки. К слову о том, что магнитогорск меняется. Приезжают новые товарищи. И эти новые товарищи то же самое должны понять. Качественный алкоголь. Реально качественный алкоголь. Самый качественный алкоголь. Сделан не только для вас. Это Верхневральская пивоваренная компания. Вы можете посмотреть все мои эти сюжеты. Можете посмотреть сюжеты, которые были чуть-чуть раньше. В Советский Союз биваете. И понимаете, что это качество, оно не променялось с годами. Оно стало круче, интереснее, вкуснее. Потому что это идет работа. И пусть она будет дальше. Мы загрузили хорошее пиво, да? Да. Вот вопрос. Мне сейчас начинают люди втирать, что как бы хорошо. То есть есть такое понятие у нас хоккейный клуб. Нормальный хоккейный клуб? Нормальный хоккейный клуб. У нас самый лучший хоккейный клуб. У нас самый лучший хоккейный клуб. Качественное, местное. Чтоб недалеко оно как бы было от производства, приготовления этого пива. Оно действительно недалеко. И это давным-давно как-то мужичек сработал. У меня два брата работают, Лапоновы. Они вот давным-давно его пьют. И прям подсадили чуть ли не всех. То есть все понимаете, что умность и грамотность это Верхнеральск? Конечно. Это же рядом находится. Это рядом находится. А старую историю не помнишь в Советском Союзе? Нет, наверное. Не помню. Это я как тебе скажу, что самое лучшее пиво, которое к нам привозилось. Магитогорское было так себе. Интересное пиво было в Белорецком. Но когда было Верхнеральское пиво, тогда все просто пищали от пасторга. А была вот такая ситуация. Когда по пакетам разливали? Да, да, да. Ну вот они и рассказывали эти два брата. Ну вот так я и стыжу, например, мне. Но давай все-таки решим, что Верхнеральское пиво как постановилось, так оно и пускай будет. И будет оно нам готовить качественный вариант. Конечно, пусть оно всегда будет. Не то, что очень много всякого разного пива сейчас вообще в округе, куда ни посмотри. Но сюда мы всегда будем. Я вот всегда сюда хожу за качественным, хорошим пивом. Потому что иногда кружечку прям хочется. Особенно под хоккей под наш. А, спасибо большое. А нам падать-то и не надо. Нам не надо падать. Мы не должны падать. Потому что это Арджонкинский район. Две точки. Карл Маркса 204 и рядочка с магнитом. Пересечение. Советское и 50 лет магнитки. Тут, в принципе, напрямую метров, наверное, 500. Туда-сюда дойти несложно. 500 метров. Что такое 500 метров? Вау! Сейчас я вам расскажу, что такое 500 метров. 500 метров это обыкновенные, ну, сейчас навороченные уже перевозчики контейнеров. А, они в курсе событий. Интересная штука. Внимательно посмотрите. Такую штуку под названием, какая штука? YouTube. И именно в YouTube вы сможете видеть все мои здешние сюжеты, сколько бы я вам это их не делал. И там есть такие варианты, как не местные сюжеты, которые вам все это дело показывают. То есть, в принципе, дойти, ну, никаких проблем нету. Это всего лишь 500 метров. Это всего лишь обыкновенный контейнеровоз. Можете дойти, не проблема. Тема весьма интересная. А почему мы здесь вам все это дело показываем? Потому что вы должны понять, что он вам демонстрирует. И маленький нюанс. Если вы, посмотрев все сюжеты, мне скажете, что где-то кто-то был пьяный, ну, да, тут мне кто-то рассказал не так давно, что рака мозга не существует. И у меня глаза из дальневосточных, ну, они с возрастом уже становятся, из ближневосточных, с дальневосточными, естественно. Так у меня глаза из дальневосточных стали ближневосточными. О! Потому что я сказал, господа мои, а как Михаил Задорнов, а как Жанна Фриске, а как Алексей Хворостовский, у них не было рака мозга? Да нет, конечно, не было рака мозга. Когда мне человек сказал, что рака мозга не существует, ну, да, вот такие глаза у меня и были. Ну, да и ладно, с этим делаем мы будем разбираться чуть позже, естественно. И сделаем это дело все красиво, естественно. Сегодня и сейчас мне надо не только себе показать, но и тем товарищам, которые не понимают вопрос качества. А вопрос качества решается только в вопросе качественного пива. А самое лучшее пиво, так где оно производится? Естественно, в Верхнеуральске. Конечно, там есть еще дополнительный пивной завод. А то же самое, что в Магнитогорске, есть несколько других фабрик по разливу пива, которые здесь что-то делают. И может быть это красиво, я не знаю, я там не был. Но я видел, как это делается там. И маленький нюанс, не мною сделанный. Хотя я его буду говорить вам постоянно. У нас очень хорошо в Магнитогорск. Ценился чем? У нас была хорошая вода. А, действительно, до сих пор хорошая только единственное, что надо фильтр ставить. Потому что треск водоканала реально насрал на нас. И вы потом не говорите, что камни в почках, это только-только-только не знает чего. Это наша вода обыкновенная. То есть вот такая она идет, наша дивная вода. С грязью, которую вы даже не видите, вы просто ее выпиваете. Именно поэтому всю свою домашнюю воду пью через фильтр. Однозначно, 100%. Но даже если это фильтр, когда вы будете кипятить воду, она все-таки у нас вкусная, потому что там очень много солей. А эти соли, они очень хороши для чего? Для производства водки. Тогда Магнитогорская водка, которая у нас была раньше, она была вкуснейшая. Но вот слово с пивом. Пиво не совсем сочетается с нашей водой. Именно поэтому здесь никогда никто ничего и не бурил. Хотя человек, который бурил все это дело, он целиком прошел все. От Низовий. То есть один поехал по реке, впадающей в Каспийское море. Ну, две реки впадают в Каспийское море, российские. Какие речки? Ну-ка, скажите мне. Скажите мне. Каспийское море. Вы знаете, да? Волга. Вот. Он поехал по Волге. Вот. Тот человек, который в Самаре сделал пиво. В Самаре, в Самаре качественное пиво. Потому что напротив него он прямо сделал пиво на берегу реки Волга. Да-да-да-да-да. Тот самый завод, который выпускает лучшее жигулевское пиво. Он где находится? Ну, где он? Ну, где находится? Естественно, в Самаре. Берег. Очень хорошее место. Красиво. Я там был, естественно, не однократно. А второй поехал по реке под названием Урал. Да. Ну, естественно, он везде-везде-везде бурился. И думаете, вы здесь не были? Бурился. Но пришел к выводу, что все-таки лучший вариант – это Верхнеуральский. Я не буду вам говорить, не будьте дебилами в конце-то концов. Если оттуда, то оттуда и делайте. Ну, постарайтесь, чтобы в городе Магнитогорске вы хоть водку выпускали. Ну, пиво – это не есть айс, поверьте. Я не против, что вы пытаетесь это сделать. Но хоть трестите, хоть лопнете, ну и айс. А-а-а-а-а. Вы думаете, что я самый умный человек? Я всегда смеюсь. Потому что, знаете, когда мне телевизионные деятели говорят, что они – вау, мы такие самые сверхумные. Да вы фраера ушастые, поверьте мне. Вас просто раскрутили, и вы стали типа отморозками. Потому что вы как отморозки, вы не работаете. Вам только бабки нужны. Вы же, вы же навороченные. Вы даже где-то в Магнитогорске, в Москве. Ну, Магнитогорск – это отдельная тема. Тут, короче, меня-то и нет никого впротив своей. Если честно-то. А вот Москва, да, Москва. Особенно один нехороший человек, который, получается, по РЕН-ТВ тусуется, он к нам сюда приехал, он лично моего… Да, это мой дядя. Не слышали, да? Так вот, мой дядя, ну, примерно, без разряда моего дяди, потому что, в принципе, мои дяди сейчас руководят. Так вот, мой дядя руководил, и он продолжает руководить, Магнитогорский металлический комбинат. Это мои дяди, потому что это мои человеки, с которыми я общался. Вы этим делом не занимались, а мы общались, естественно. И он просто его обгадил. Нехороший товарищ. А сейчас он занимается на РЕН-ТВ. Ух, какое мерзость. Ну, да не в том-то дело. Просто мы ему хорошо работали. А он поступил как свинья. И таких свиней очень много в Москве. Они там свиньи, а в Магнитогорске свиней… Ну, по крайней мере, я видел одного товарища. Он занимался вечерним Магнитогорском в свое время. Так я тоже же иногда залаживал, допустим, смотрю, кого похоронили, какие после них информационные данные существуют. И когда похоронили Валерия Геймер-Вертова, почитайте внимательно. Когда похоронили Юрия Пориалину, почитайте внимательно. Когда похоронили других людей, почитайте внимательно. Этот человек, он закончил Москву. И он стал говном. И сейчас про него даже туда никто не подходит к нему, понимаете. Так себя не надо вести. Не надо думать, что вы работаете на телевидении, и все вам должны бабки отдавать. Это бред сивой кобыла. Не надо думать, что вы умные сверху. Да вы простые такие же человеки, но, может быть, немножко в чем-то двинутые. А в остальном, ну, обыкновенные такие же люди, как и вы. С такими же косяками. И не надо говорить, что мы навороченные. Да мы не навороченные. И к слову о том, что все, что я вам рассказал, знаете, я прочитал? Да, 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 да. И это в том числе. Я просто сюда зашел, все это здесь прочитал. И вот это было раньше. Вот это стало сейчас. В принципе, вы все это сможете посмотреть на моем YouTube-канале. Посмотрите верхнеуральское пиво. Лучшее в мире и верхнеуральское пиво, сделанное верхнеуральское естественное. Как все это дело было, но этого уже не было. И как все это дело стало, вот это говно. И эти верхнеуральцы умудрились это сделать за 5 лет. Ну, молодцы, что же я могу сказать-то? Вы умудрились из нормального пива, сделая вот это говно за какие-то 5 лет. Ладно, про вырыдков мы не будем говорить. Но тем не менее, все остальное я здесь прочитал, естественно. Что же вы думали-то? И поэтому я вам это дело объясняю. Но когда это было вот это, а это было еще когда? А это было еще и тогда, когда Магнитогорска-то и не было. Магнитная станица всегда была. Ну, она из той же оперы, что и в верхнеуральском. Но пиво-то было вот в этом пивном заводе. Все разрушили. Но не все разрушили, поверьте мне. Нельзя разрушать нашу историю. Или маленький нюанс, объясняю ситуацию. То есть, когда все это дело было в одних руках, тогда все было красиво и ровно. Сегодня сейчас немножко все развалилось, но руки остались. Руки вернулись. Руки сделали на том же самом месте из того же источника. Прямо рядышком. Прямо в то же самое место. Вы берете ту самую воду, которая приподнимается, которая потом готовится и потом выдается ароматную штуку. И эту ароматную штуку мы и будем пить. Почему? Потому что мы ее всегда пили. И давайте все-таки определимся, что весь вот тот вот этот говнюшный алкоголь, который вам продается в сетевиках, да забудьте вы про него. Поверьте мне, цена вопроса не сильно высока. То есть, давайте все-таки по-человечески объясним. Допустим, если мы берем литр верхнего уральского светлого пива. 3,5 оборота качества. Цена вопроса 115 рублей. На два раза поделиться по 65 рублей. Но вы берете это пиво ради прикола. Смотрите, просто ради прикола. Зайдите, пожалуйста, сюда. Магазин «Тройка» рядышком располагается, свое хреноверское пиво. Возьмите это пиво, просто ради прикола. И возьмите любое другое, да без разницы, что там. Будвайзер, ну ты, вау, крутизна там, типа, да? Хотя, в принципе, все это делается где? То добавляется присадки и говно под названием алкоголь. В эту штуку. Алкоголь не появляется в природе своей, потому что это изумительный вариант качества. И поставьте на недельку. О, неделька, да? Ну, неделька, просто в теплоте. Ну, ради прикола. И посмотрите, что будет с верхнеуральским пивом и с вашим говном пивом. Так вот, ваше говно пиво будет продолжать быть говном пивом, а верхнеуральское вы ее даже пить не сможете, потому что оно упадет в осадок. Именно поэтому, именно поэтому все было делато и раньше. Почему мы сегодня, у нас некоторая продолжительность есть? Потому что мы работаем с холодильником. Я сейчас не буду говорить, но дело в том, что я кое-что умею в этой жизни, потому что кое-что мне дали в институте. То есть мы его охлаждаем до 5 градусов, может быть, лучше 4 градусов. В холодильнике она стоит. Естественно, он продлевает срок хранения, но только потому, что он находится в холодильнике. А так выставят бутылку, через 7 дней приехали. А так вот настоящее пиво-то и делается. А на том пиве, где вам говорят, что в течение двух лет пиво будет в нормальном состоянии, ну, надо быть дебилами, хотя вас нельзя дебилов и держать. Не будьте дебилами, господа мои. Ну, не будьте ими. Я думаю, будем сейчас здесь нарабатывать. Ну, да, да, да. Хорошая. Я вас немножко обманываю. Знаете, почему я вас обманываю? Во-первых, где мы находимся? Мы находимся на Комсомольской, 25. Да-да-да, вот с этой точки до самого... Если мы будем брать примерное расстояние, грубо говоря, ну, 2 километра до вокзала, до Советской чуть-чуть дальше, до реки Урал, может быть, даже меньше. Ну, я не знаю, о чем мы ответим. Может быть, я не... Ну, в общем, дойти до суда вообще никаких вопросов нету с точки зрения Гренинского района. Он такой большой, красивый, замечательный, ухоженный, естественно. В некотором смысле вы можете до суда дойти еще и с Правобережного района. Ничего сложного нет. Если честно, я вам сейчас объясню маленький нюанс. Знаете, почему я такой подтянутый? Сейчас объясню. Моя мама живет на Правде 34. Ну, это мой дом, в котором я и родился, а я живу на Московской. То есть для меня разницы нету никакой. Я могу и пешкодрагу зато дойти. Ну и что? Зато красиво, зато ровно, зато симпатишно. То есть давайте все-таки определимся, с чем мы будем жить. Мы будем жить с удовольствием. А, теперь про удовольствие, которое мы пьем. Ну, во-первых, это не пиво. А вы-то думали, что это пиво. Ну, это не совсем пиво. Не надо думать. Естественно, здесь можно есть различные качества лимонады. И самые лучшие верхнем уральской воды. Не верите. Я сейчас сяду за руль. Поверьте, вот я что-то выпью. Этот ароматный вкус с чем? С чем? Это не юпи, поверьте мне. Это не юпи. Потому что там все это делали. Я видел, как все это дело производится. Это далеко не юпи. Очень вкусно, кстати. Но даже если вы будете пить пиво, за руль, конечно, садиться не нужно. Потому что город с шаговой доступностью. Чем мне нравится вообще Магнитогорск? Город с шаговой доступностью. У вас не было такой ситуации, что внезапно вы где-то там и внезапно осели на трамвай и заснули в нем, и проснулись. Так вот, город с шаговой доступностью, с любой точки, это, в принципе, 2 часа, если вы будете неторопливо. А так, в принципе, до 1,5 часа можно дойти спокойненько с любой точки города. Очень хороший городочек, небольшой, естественно, даже если с левым берегом будете топать. Ну да ладно. И спокойненько машину поставили, спокойненько дошли, спокойненько выпили качественное пиво. И пока мы с вами общаемся, и пока вы смотрите на экран, то вы наверняка видите в правой части те сорта пива, которые здесь производятся. Почему я говорю, что верхнеуральское пиво, оно топовое. Я не противник настоящего жигулевского пива, которое делают в Самаре. Но, по сути событий, это 2 завода, которые нам подарила Российская империя. Не въезжайте? Очень зря, кстати. Самарское пиво и жигулевское пиво, это изумительный вариант. Но в свое-то время такой же человек, из той же оперы, из Тамарнести, был и здесь. И здешнее пиво. В свое время пиво еще знаете кто? Ну, догадайтесь кто. А вы забыли. Так вот, императоры также пили это пиво. Да-да-да-да-да-да-да. Потому что это была Оренбургская казачья волость, которая была в Верхневральск. А вы не думаете, что Магнитогорск вдруг откуда-то, вау, и внезапно вдруг нарисовался этот дивный город. Во-первых, это все бред сивой кобылы. Потому что здесь была всегда садница магнитная. А вот к нам с нашей горы, которую полностью не разобрали, естественно, как верхняя точка была, так она там и осталась. Ну, просто часть, естественно, разобрали во Вторую мировую войну. Тут уже деваться никуда не пришлось. А так, и до этого момента сюда приезжали наши товарищи из Башкирии. За металлом, естественно. И эту гору знали очень-очень давно, потому что никто вам про это не рассказывает. Ну, да. И тогда, естественно, сюда также приезжали товарищи из императорской гвардии. Ну, и сам император, естественно, они также пили здесь пиво. Потому что привезенные сюда, ну, они же и Верхневральские были. А доехать до Магнитогорска, ну, тогда на лошадях. Ну, будем считать, что лошади до станицы Магнитной ехали из Верхневральска. Ну, грубо говоря, не 40 минут, как мы сейчас проезжаем, даже за полчаса можно туда доехать. А за 2-2,5 часа это, в принципе, расстояние не сильно-то и большое было. Они здесь также останавливались, естественно, так же перед самым пивом. Потому что это было вкусно-вкусно-вкусно-вкусно. И оно вернулось. Оно вернулось. Но то, что я вам рассказывал, где я сегодня был, где я показывал вам историю. А историю вам показывал, где находится контора еще одно хорошее пивное заведение, где находится пищей советской и 50 лет Магнитной. Там история есть и была. Но сегодня мы приехали куда? На Карломарксе, 25, да-да-да-да. Очень все вкусно, грамотно и логично. Потому что не было бы логичности, не было бы того удовольствия. В принципе, здесь даже есть рыба. Да-да-да-да, она оттуда, с Волги. Ведь когда ситуация у нас возникает и мне говорят, почему, я же на вопрос и отвечу. если бы мы не сделали электрификацию всей страны, то скорее всего, скорее всего, скорее всего, черная икра была бы даже туда, ближе к Москве. Но мы сделали плотину, а не все животные через эти плотины перемещаются изверхов и внизу и наоборот. А ситры они так и плавали. Ну да ладно, не в том, то есть событие, это прошло, к сожалению, но можно попробовать и здесь. И все-таки мы когда говорим вот эти сорта пива, которые вы читаете с правой стороны, почему все это дело стало еще более интересно? Потому что посмотрите мои сюжеты. Если мои сюжеты вам говорят правильное соотношение, то есть правильное соотношение это не только отечественные сорта солда. Нет, 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 внимательно посмотрите. есть и замечательные бельгийские фирменные сорта солда. И вот тогда то, что делается, видите, как мне немножко барпнулось, есть, 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 и поэтому вот вы сильно-сильно захотели, подумали, а почему? и сейчас маленький нюанс. Маленький нюанс в чем заключается? Вы думаете, что вас обманывают? Нет, не только вас обманывают. Конечно, то, что мы сейчас кушаем, я имею в виду под названием то говно, которое всегда нам продается, я имею в виду всю ту колбасу, в которой включают хрящи, а это шкура, это называется продукты птицеводства, которые перемалываются, а там перемалывается все, вот и да. Так вот, в нормальных странах этого не существует в природе. В нормальных странах вот это то, что перемалывается от курицы, в нормальных странах, и в России, не-не-не-не, вы что тут думаете? Россия должна полностью умереть. Да, вы же даже не понимаете, что ли? Вы должны плодиться, а потом умереть. И лучше, чтобы это было все в возрасте чуть раньше, естественно, чем 50 лет, потому что в 50 лет у вас возникают уже реальные проблемы, а лечиться никуда не собирается. То есть вы плодитесь и размножайтесь, а лучше, чтобы у вас было 15 человек в детстве, да, вместо того, чтобы нормально жить. Ну, ладно, это уже отдельная тема. то есть мы сейчас вот это говно и жрем. Хорошее говно, да? То есть оно кому-то нужно? Нет. То есть там вот этим говном, это не ерунда, в принципе, это очень неплохая штука, она сразу куда выдается вот этот фарш, возьмите, посмотрите, мясо, шкуру, вот это просто в интернете посмотрите и поймите, о чем идет речь. Так вот, я посмотрел, что это делается. Это делается в том же количестве в других странах, но, как правило, вот эти кости, которые перемалываются, естественно, настоящие мясорубки в ламуте их расшибают. Они куда отправляются? Не-не-не, не человек их должны кушать, их кушают рыбы, которые уже становятся красивыми, ровными, потому что их кормят нормальной едой, а не так, что они там где-то что-то должны наесть. Представляете, рыба, хлоп тебе, блин, еда вкуснейшая, так я и разрастусь и буду большой и красивой. Вот так все делается, но там нас никто, там такой вариант просто невозможно, а у нас делается. Ну да, неплохо, точнее, плохо это у нас, а там-то хорошо. Но даже если мы будем говорить про тамошние страны, я там пил бутылочное пиво. Ну вы понимаете, да, и там всех обманывают, а здесь не обманывают. Если вы заходите в Вернём Уральское пивное местечко, а их у нас три штучки здесь, потому что остальные дебилы не понимают, что позвонив по вот этому телефону, который я сейчас показываю, вы можете не обманывать магнитогорцев. Не надо их обманывать. Поверьте мне, не надо обманывать моих горожан. я их более чем люблю, в отличие от вас. Дайте им спокойненько попить качество. Вы заработаете, базар у них, но пусть это будет качество. И чем это будет большее качество, тем у нас будет большее количество грамотного проживания удовольствие и удовольствие от нашего города. А оно неплохое, поверьте мне. И когда мне говорят, Алексей, что ты в этом городе тебя ведёшь? Я говорю, ну, я был, как бы сказать, из миллионников. был примерно в 10 миллионах, ну, из той жопы. Да нет, короче, Магнитогорске ничего не хочется, ну, кроме Самары и Владивостока. А так, мне Магнитогорск очень нравится. Почему? Шаговая доступность. Это очень неплохо. Ой, блин, ещё разочек, блин.